В Петербургском центре диких животных установят памятник одному из его обитателей. Медведица Сеня при жизни была всеобщей любимицей работников и посетителей, и даже самих четвероногих собратьев по несчастью. После ее смерти животное решили увековечить в бронзе, в память обо всех умерших питомцах, и как напоминание о жестокости людей, из-за которых и погибают дикие животные. Наталья Дубровская о медведе-человеке. Сотрудники центра теперь верят в мистику. На этом случайном снимке они разглядели мордочку своего ушедшего друга. Медвежонок Сеня, говорят, охраняет центр и после смерти. Его образ уже не такой эфемерный. Появится при входе в питомник. Но у памятной бронзовой фигуры все равно будет неземная задача. Под лапой это у него что-то в виде почтового ящика. Туда можно будет записки для своих животных, умерших. И гусенька выбрали как связующее звено между ушедшими питомцами и людьми. Можно будет записочки туда отправлять, приветы передавать. В последнее время у Сени были большие проблемы с уставами. Медведица уже не могла ходить. Потому бронзовой фигуре придумали гордую стойку. В основном памятник будет неимоверно схож с оригиналом. Образ создавали по фотографиям. Кажется, здесь по любимому питомцу скучает даже двор. Место для захоронения прямо на полянке, где чаще всего гулял медвежонок. Здесь же установят и памятник. Его нужно было видеть. Он был завхоз. Он всегда все замечал. Он всегда все находил новое. За всем следил тут у нас. Характер показывал. Даже когда какие-то животные шумели, он мог на них прикрикнуть, успокоить. Поэтому такой своеобразный медвежонок. Ксении тут и правда относились как к равной. Медведица по территории гуляла без присмотра. Но никогда не ссорилась с другими животными. Будто понимала, все они собратья по несчастью. Эти медведи сами пришли к людям. Ночевали у них, а днем уходили в лес. И все бы ничего. Но выяснилось, что один медведь почти не может дышать. Мишка нам попала в очень плохом состоянии. Теоретически, как это обычно у молодняка, вот скот, обычно сразу забивают. Это фиброзное, там, что-то такое, мне даже не выговорить. То есть у него, ну, по сути дела, смертельное заболевание было. И каким-то образом мы умудрились его вылечить. Сеня, попав в центр, тоже была больна. Медведица жила у людей, и именно они довели ее до инвалидности. Плохо кормили и держали в бане. Фактически без дневного света. В дикой природе Сене было бы не выжить. Забота и любовь продлили медведице жизнь на три года. В центре ее считали особенной, но с душой здесь относятся, конечно, ко всем питомцам. Сейчас их здесь 43. И птицы, и лисы, и северные олени. Да не спеши. Чтобы попасть в спасительные руки, каждый обитатель прошел свой путь. И каждый здесь, без сомнения, везунчик. У каждого животного, попавшего в центр, своя история. Эти красавицы-рыси живут здесь уже шесть лет. Их выкупили у московского зверосовхоза. Из их шкур хотели сделать шубы. В центру помогают кто чем может. Вот волонтеры. Ребята из одного петербургского колледжа привезли животным еду. Все, на что денег хватило. Мясо и овощи. Очень красивые животные, дикие. Не каждый везде их встретишь. Не погладишь, не потрогаешь. И просто даже не покормишь. Приятно самим, и приятно делать другим. Хотим как-то продолжать дальше помогать им. Что им нужно, и в чем они больше всего нуждаются. Сени на памятник тоже собирают всем миром. Медвежонка помнят и любят. Так что в центре знают. Деньги на бронзовую копию, как тут говорят, человека-медведя, точно найдутся. За два дня собрали уже 25 тысяч рублей из 65. Наталья Дубровская, Антон Осокин, Лариса Зорина и Влад Матусов. Пятый канал.